Привет, зрители! Я сейчас снимаю как бы с лампой кольцевой, но мне кажется, от нее особо толка нет. Короче, и это у нас будет обзор моих подарков на день рождения. Так как у меня подарочков было немножко, но довольно ценные, то и по большей части одежды, то это будет обзор одежды. И вообще я считаю, что лучше редко, но метко. Лучше что-то путное и конкретное, чем куча всякой ерунды никому не нужной. Спасибо Наташе Шустовой за то, что сделала мне такой шикарный подарок. Второй раз уже, в прошлом году она мне шикарные вещи подарила, в этом году. Очень было приятно, неожиданно. Никогда не ожидаешь, когда кто-то внезапно так пишет, что я решил тебе что-то повторить. Вот, у нас ходи, помырь, возьми и будь тебе счастье. В общем, очень классно, когда у меня все-таки есть, я знаю, люди, которым действительно нравится то, что я делаю, которые со мной общаются не потому, чтобы поржать. Чуваки, которые общались со мной потому, чтобы поржать. Круто, ржите. А я общалась с вами из вежливости. Каково вам? А потому что мне нравится мой контент, потому что мне нравлюсь я и вообще, как бы они хорошие и я хорошая. Так вот, вот этот халатик мне сшила на день рождения моя тетушка. У меня была дикая проблема, у меня не было халатика, закончился для бани. А тут халатик, махровенький, тепленький, длинненький, хорошенький, с кармашком. Там даже платочек имеется. Я туда его положила с капюшончиком, с поясочком. Да еще и ручной работают. Я очень хотела на день рождения халатик или корзиночку с чаем и всякими такими штуками для чая. И корзиночку с чаем мне подарили мои дорогие сестры. Я ее бегло обозрела в другом ролике. Он тоже будет на канале. Ты сможешь его посмотреть, если интересно. И приобщиться к моей радости в любой момент своей жизни. Потому что я считаю, что мой канал создан для того, чтобы люди пригодили и получали дольку тепла. Мне нравится этим заниматься. Если результат моих трудов кому-то приносит радость, то я очень рада. Ну и в общем, вот это он вид сзади. Я не озвучивала близким родственникам, что я хочу чай в корзиночке. Или что я хочу халатик. Но есть такие люди, которые сами понимают, что именно я хочу. Вот так же, как, допустим, Наташа поняла, что я хочу. Потому что платье, которое я в следующем поверю, я на него смотрела на Вальдрис и думала, купить, не купить, хочется, душит жаба, жаба не душит, подойдет ли оно мне. Нормально бы было, если бы я его купила себе, и вообще вот если бы оно там не было. И появился человек, который понял, что мне подойдет такое. круто. Тут будут две вещи от Наташи, которые как одежда, и две вещи, которые не как одежда. И, в общем, вот халатик, снимается капюшончик. Я вчера очень хотела записать обзорчик, помыла голову, сделала отвар, с мятной, ну, в общем, с мятой, еще с чем-то там, с мятой незабудкой, перечная мята, незабудка. И этим, как им там, зверобоем. У меня голова почувствовала себя даже лучше, а мигрени были. Ну, так получилось, что не получилось. Вот теперь вот так же, только я уже без капюшона. Я снова управляюсь телефоном. Я подумываю, что надо купить свет отдельный, помимо кольцевой лампы, чтобы делать обзор, и было все видно и четко. Если у вас есть какие-то идеи, просто дайте знать мне комменты, потому что для меня это немножко ново. И есть какие-то моменты, про которые я думаю, что, возможно, бы такой свет подошел, но я немножко сомневаюсь. Поэтому мнение людей со стороны было бы очень кстати. Я буду вам очень благодарна, если ставите свои комментарии, конструктивную какую-то критику. Любые другие комментарии можете тоже оставлять. Так, и что я еще хочу сказать? Мне кажется, что я слегка схуднула, но это только мне кажется. У меня талия периодически то 74, то 73, то 70. Сейчас она у меня где-то вот 70 сантиметров. Последние где-то полторы недели я почти ничего не ела по разным причинам. Вчера я вообще практически ничего не ела. Ну, знаете, если доброго очень человека внезапно так обидеть, то жрать не хочется. Мы не будем о грустном. И как-то вот снова стала заниматься гимнастикой, правда, только в утяжелителях. На ногах у меня есть утяжелители по 2 килограмма на ножку. Видно там меня, да? Я только с пятой попытки поняла, как правильно сделать камеру, чтобы было меня видно. Я подведу к тебе, зритель. Я, конечно, могла бы тебя приблизить камеру. Да, в камеру смотри. Вот он. А потом вспомнила, что полоса должна быть, ну, камерная полоса должна заканчиваться на начале третьего ящичка. И подумала, что в следующий раз, когда я буду делать обзор одежды, да, вот поближе халатик, то мне надо просто найти какой-нибудь мой ролик с обзором одежды, глянуть, как вот выглядит вот эта тумбочка. И вот это вот, да, я сейчас все заметила, что чуть ниже полосы кровати вот этой вот ящи. и ставить так камеру. Я пока иначе просто не придумала, как поставить камеру, чтобы я была поближе, чтобы мои детали на одежде было видно. Тем, кто внезапно забыл, как я выгляжу и со своих маленьких утюгов не может разглядеть про лицо, а им хочется вспомнил, как это выглядит. Так, сейчас мы нажмем на паузу, потому что у меня под халатом только трусики. Мне и делать же такой вот, ну, как бы стриптиз, да? Мало ли там кто что. У нас же все-таки мирный канал. И вот, я снова тут. Короче, зритель, ты как хочешь, но я на днях заметила, что мой лифак, а у меня первый размер бруди, она выросла с нулевого до первого. Ну, или это такой какой-то, я не знаю, может, это, конечно, меньше первого, хрен знает. Но, по крайней мере, я теперь, когда смотрю в зеркало в ванной, понимаю, что я даже внешне гендерная девушка, а не так, гладильная доска. Короче, мой лифак сначала был мне слегка, ну, он вообще мне был в притык. Я думаю, блин, надо новый лифак покупать. Я так давно этого не делала. Я вообще не думала, что мне придется покупать лифак. А тут вдруг выросла грудь. 38 годам уже. Да, мне 38, офигеть. Все, кто думает, что она такая старая, такая дряхлая. Знаете, моей маме было 37 лет, когда она погибла. Она до 38 не дожила, там несколько месяцев оставалась, до дни рождения. У нее были жуткие морщинки, ну, не так, чтобы уж супер морщинки, но у нее были гусиные лапки у глаз, а у меня их нет. А у меня 38. Я к чему? Прежде чем бякать, какая ты старая, внешняя. Просто посмотрите на себя зеркало, смотрите вашу кожу, с моей. Ну, как бы это. Я не штукатуюсь, и практически, ни последние где-то полугода не трачу на себя всякие мазки, я просто про них забываю. Короче, о чем? Вот это вот очень шикарное платьишко. Спасибо, Наташа. Мне очень нравится. Моя тетя вчера была, посмотрела на меня, и она очень понравилась. Точнее, не вчера, позавчера. Позавчера она была, она посмотрела на меня. Точнее, я ей просто сначала показала картинку на 14 февраля, потому что я 14 февраля это все забрала. Это было очень удачно, удачно, уютно, круто. Я еще одну посылочку забрала, которую, ну, так получилось, что, блин, мама, мне подкинули бонусы, и как раз это перед днем рождения было. Это у меня посылочка обошла, 309 рублей, я потом ее отдельно обозрю, и я решила делать ее с МР. И, как бы, я забираю просылочку, правда, на другой день, потому что у нас не работает, понедельник. Но вот это все было на 14 февраля, это был очень круто, подарок от подписчицы, человек, который, ему нравится то, что я делаю, и вот то, что именно, то, что бы мне хотелось, плюс еще халатик, который я уже убрала, он лисит на двери. И вот она так круто, я пришла к тете, показываю, вот так платье выглядеть на скриншоте, а она нормальная. Потом она ко мне пришла, посмотрела на вешалке, это платье, ее любимая фраза, если это вещь хорошая, так не усирай. В общем, это платье на весну. Так как я немножко путаю велюр и вельвет, я ей вроде сказала велюр, она говорит, это, наверное, вельвет. Я говорю, я что сказала? Короче, я не знаю, то ли это велюр, то ли вельвет, я их путаю по названиям, вы, наверное, поймете по виду. Оно немножко так напоминает джинсы, вот на картинке. Но тут не совсем джинсы, она такая гладенькая, будто шелковая. Кармашки, кстати, от Машки. В общем, в нем можно ходить весной. Ну, или осенью, когда, допустим, еще не зима, но уже и не лето. Прям при том. И у меня есть сумочка. Вообще, это рюкзачок. Так как я не знаю, как носит такой рюкзачок, но у него вот здесь вот есть, я сейчас поближе подойду, чтобы уж не приближать к телефону камеру. Так, иди сюда, животное. У меня есть вот такой от Наташи рюкзачок. Я его сначала сделала как рюкзачок, а потом я его повесила вот эти рямочки, как сумочка. В нем вместе с этим самым, с кармашками, полностью шесть отделений. Знаешь, зрители, я так люблю кармашки с отделениями. И самое прикольное, что я хотела себе какую-нибудь такую сумочку, рюкзачок, типа вот такой. И круто, что Наташа угадала, потому что, ну, видимо, у хороших людей мысли отдаленно, даже без общения сходятся. Умные люди думают одинаково. Очень классный. Можно вот за ручечку держать. Можно, я думаю, вот так повесить. И самое прикольное, что у меня есть кожаная сумочка, синяя, которую мне сетцы в свое время дарили на день рождения. Она сначала у меня была забракованная, потому что я не люблю маленькие сумочки. Не знаю, как с ними ходить, и т.д. Хотя у меня в свое время было очень много маленьких сумочек. У меня есть зеленая кожаная сумочка, малиновая кожаная сумочка, и теперь еще и синяя кожаная сумочка, с которой я тут начала таскаться. Обычно у меня летом леновая сумочка, которую в Ярики купила, такая индусами сделана ручной работой в единственном экземпляре. А зимой у меня сумочка зелёная, из кожи молодого германтина, такая большая, чемоданчиком медведкова. А тут что-то я ходила с синей сумочкой. Я сейчас её возьму и покажу тебе, зрителю, скажешь, как такой образ. И заодно перекину вот эти ремешки. Ну, я думаю, что, наверное, так можно носить. Если вдруг так нельзя, дайте знать камень. Потому что я так давно что-то не чувствовала себя девушкой. Меня окружали какие-то такие личности, по большей части. Мне как бы, знаете, мне интересно общаться с людьми, у которых есть своё мнение. А если у человека вдруг оно пропадает, и человек начинает видеть во мне что-то вот такое странное, то хочется куда-нибудь деться. Хоть и есть привычка, что как бы привык к этому человеку. Ну, короче, не будем о грустном. Но я так поняла, что даже то, что я обращала внимание, думала, что люди со мной общаются, ну, как бы получилось так, что после дня рождения получилось один удар с одной стороны, другой удар с другой стороны. Ну, типа того, что думаешь, что людям с тобой интересно, они... Ты чё думаешь, я на твоей стороне, да ни хрена! Я вообще тебя как бы это... Общаю только поржать. И таких где-то человек 65 сразу так за один приём вдруг случилось. И как-то, ну, я как бы уже к самому кому привыкла, что такие люди существуют, и без них никуда, от них никуда не деться, и что дураков мало, они просто, они шумные, и от этого шума окажется ощущение, что их до хрена. А нормальных людей много, но на фоне дураков иногда в некоторые моменты просто теряешься. Кстати, я не показала, наверное, вид зале. Так вот, я начала говорить про лифак. Лифак. Был мне узок. Я думала, надо купить лифак. Потом смотрю, как-то он больно широк стал, думаю, ну, лифак, наверное, растянуться не мог. Ну, сам по себе, лёжа так в ящичке. Думаю, может мне застегнуться, попробовать на вторую пуговку, их там третий, ну, крючочка. На первую так больно свободно как-то. А я на последнюю застегала. Сейчас у меня застёгнули лифак на среднюю. И мне было комфортно и хорошо. Короче, я так поняла, что вот в этих местах я слегка схуднула. То, что у меня вот здесь вот слегка отошло, тоже я слегка схуднула. В общем-то, у меня сейчас 70 сло. Причём даже в те моменты, когда я поел. И здесь у меня 95, а вот здесь где-то 99. Я просто не очень соображаю, где конкретно вот эти бёдра меряются. Потому что раньше там было больше 100, 104 где-то так. И 99, а сейчас 99 там, где было 104, и 95 там, где было больше. Я думаю, что идёт процесс. Правильно, я в правильном направлении. Животик, правда, ещё слегка остался. Но всё равно он уже довольно меньше. И упражнения ногами утяжелителям дают всё-таки себе знать. Вот такая сумочка. Я думаю, ты, наверное, её увидел, зритель. Может быть, я её обозревала, может, ещё нет. Может, я хотела обозреть в АСМР на шоу в моей сумочке. Тут мало чего. Но если ты хочешь, всё ещё хочешь, чтобы я обозрела шоу в моей сумочке. Дай знать, я тебе сделаю АСМР-ку. В общем, сумочка. Можно вот так. Можно ремешок, конечно, удлинить. В среднее время я шастаю вот так. Как там я? Полный рот-то врезаю. Вот так вот. Вот, смотри. Вот это платье. И вот это сумочка. Кстати, эту лампу я не отключила. Она всё ещё светит. Так, у меня тут что-то столько синих штук. Надо этот утяжелитель положить вниз. А ещё у меня есть другая сумочка-шоппер. Я так тёте своей говорю эти, как их там, мне что-то лежит, кстати. Потому что я с ней куда-то шастала. Я так тёте говорю, знаешь, бабушкины сумочки входят в моду. Был период, я маленько ходила с подобной сумочкой, ну, подробного формата, может быть, более короткими ручками, в магазин. В детстве, попозже так. Потом, когда люди стеснялись с такими сумочками ходить, я продолжала ходить, потому что бабушка попросила что-то купить. Я пошла с сумочкой. С ней удобно. Потом мне одна подписчица подарила маленький такой шоппер. Он у меня всё ещё жив. Розовенький вроде с кошками. Кошка не надо этим цапать. И как бы телефон хоть убрать, а то прыгнет, всё, включится нахрен. Тут мне Наташа подарила ещё сумочку. Побольше шоппер. Очень удобно. Он ещё из такого материала, если вдруг под дождь попал, то я думаю, он не намокнет. Ну, если, конечно, не стоять там под дождём проливным конкретно так долго. На ней написано только Япония. По-моему, с двух сторон. Вот. Я думаю, весной можно вот так вот выпереться. Может быть, конечно, картинка экспрессивная не очень подходит такому платью романтичному. Вы мне даете знать в каменном? Типа, я вот этот образ не очень. А вот с сумочкой и рюкзачком очень. Я поближе подойду к тебе, зритель. Я отползу. Кошка, не грызи хорошую сумочку. Она дорога мне, как память. Только бы что-то грызть. Это ещё. Сумочка. Кстати, что в ней? А, в ней. А ну всё, ещё живо. Тут ещё что-то есть от Багздрав. Вся такая-то рисуночка уже стёрлась. Номер 51, это спрейт для лапов. Маска. Кошелёк. В 2014 году осенью купленный. Ему уже 7 с лишним лет. Кожаный, красный. И в нём есть деньги. Я собираюсь с заказом на зоновой берез. Кошка, не надо грызть этот рюкзачок. Он мне тоже дурак, как память. Я с ним ещё даже никуда не ходила. Ну, что за нафиг, а? Я сейчас его вот отцеплю. Отсыпайся. Так как я пойду за множественным заказом, то, наверное, удобнее сейчас идти просто с шопером. Так. Ты за какую эту? Нет, ну, смотри вообще, зритель. Ну, что там отворит? Мне тут сказали, зачем тебе кошка? Кошка тебя только расстраивает. На то, что я лежу, значит, а кошка прыгнула на полочку с книжками и скинула нахрен их. Нет, конечно, она меня расстраивает иногда, но она мне нравится. Она в деревне мышелует. Она жрёт всё, что не приколочено, и даже еду хозяином. Правда, напрягает, что в последнее время ей почему-то нравится жрать только из миски хозяина, когда хозяин отвлёкся, или исключительно с окна кухонного. Но они тоже самое, они и в своей миске. Но кое-кто меня тоже иногда расстраивает. Но это ведь ничего не значит, что человек плохой, да? Сейчас я его нацеплю. Югзачок. Так, югзачок я тебя так надела, да? Телефончик, иди сюда, а то я тебя слепая. Надо глянуть. Слушай, зритель, так прикольно. Наташка-то чудо. Ничего, что я это Наташка резала, а не Наташей. Ну, как бы, одно и другое, да? Вот так. Вот так. Вот мне так нравится мой вид сзади, я что-то с себя так тащусь. Так вот, по поводу похудела. Есть люди, которые считают, что это хренажирное. Вы заметили разницу, люди считающие, что это хренажирное, или нет? А есть люди, которые, ну, как бы, даже когда я была дохренажирная, мне все равно сохранялись пропорции. Потому что вот есть у меня несколько знакомых, бывших знакомых, у кого, ну, очень сильные жировые складки, вот у них как-то намеков детали нету. А у меня есть. Тащится, отца мысля, тащится вообще. Там еще есть одна штука, вот ты ее видишь, это синяя штанишка, я их как-то покупала, мне кажется, или в конце января, или в начале февраля. На Вайнберис мне хотелось штанишки с начесом на зимне. Я сейчас в них шастую, потому что платье, которое у меня было, в котором обычно я шастую, оно случилось в стирку, и потом оно сохло, ну, и как бы это... А в юбке мне неохота было. Я их шастую в штанишках. Я их что-то не обозревала. Вот сейчас будет тот момент, как раз, потому что тут есть футболочка, и штанишки тоже обозрятся. Будем считать, что это мой подарок мне на день вариде. Тут весь обзор подарков, да? Даже сумочка, которая тут в кадре была, она тоже подарок на день рождения, хоть и не в этом году сделанный. Вот. Волосы, конечно, у меня уже совсем прорезались с этих одеваний через голову. Я выключила кольцевую лампу, но без нее уже немножко потемнее, потому что сейчас уже что-то типа... Хрен знает. Ну, где-то после трех уже. Я на числе смотрю, не очень вижу. А здесь, если я сверну, у меня может что-то свалиться. Не знаю, как с этим приложением выживет ли оно после этого. И, короче, вот. Я включила свет. Все пять лампочек. Сейчас вроде как посвяслие, но все равно дайте знать в каментах, потому что я помню, что кольцевую лампу я решила купить после того, как человек после какого-то обзора моей одежды сказал, что свет рассеивается, и что-то там не видно. Вот тут вот наверху шкафа видно отблеск этого света. Футболочка. Такая же анимешная. Я очень надеюсь, что пожелание Наташи сбудется. Я однажды съезжу в Японию. И мне бы хотелось съездить ни одной, а с кем-то. Эй, есть желающие оплатить взаимную поездку? Сейчас, конечно, там геморная, это корова вируса. То есть, я даже не знаю, открытая ресторана для прибытия сюда, потому что пусть ты оттуда не шлется даже плавающая с 26 января этого года. Но есть у кого желание оплатить нам дорогу вместе, сказать, «Лёля, ты такая обалденная, мне так нравится тебя смотреть, всё, что ты делаешь, или хотя бы частично, я там люблю читать твои переводы, мне тут даже спасибо на PayPal закинули за перевод. Я впервые в жизни что-то такое получила. Спасибо, читатель, я так охренела, думаю, обалдеть. Такое случается, тем более со мной. Ну, неожиданно, но приятно. Ещё потом в личку написали человек, что вот он читал мангу, которую я всё-таки решила доделать и доделала до дня рождения. И вот как он искал мангу, как он забыл название. Вообще, вот это очень приятная такая вот отдача от читателей, что кто-то вот это читает, кого-то берёт за душу. Самое интересное, что манга самой мне, ну, как бы не особо нравится, я её даже не осилила полноценно. Но они, в общем, очень приятны такие моменты, когда люди ценят твой труд. Вообще, даже вот когда просто пишут спасибо за перевод, а то вообще очень вдохновляет. Короче, может, есть какой-то человек, который такой, ой, Лёля, ты такая клёвая, поехали вместе вот в эту страну. Я за всё тватью. Ты мне ничего не должна. Ну, не такие, которые... Ты чё думала, я ради тебя что-то сделаю? А почему нет? Я же ради тебя что-то делала. Ну, бывают такие моменты, да, вот я ещё тут подрезала, голову мне срезала, но она... Сейчас уже видно, что она не свежая, что она мытая вчера. Чё-то она как-то очень быстро сгрязилась после того, как я тут одевала, переодевала. Вот, футболочка такая с котом Якудай, Неко. Сзади такой же кот практически, только чё на белый. Это я вот так вот поближе тебя стою за этой камере, чтобы ты даже глядела эту картиночку. Под низом штаны, которые я тебе говорила. А, да, мне ещё подарили стрижку. Ну, ты же видишь, зритель, что тут, ну, не совсем так ровно меня подружка подстригла. Во-первых, я хотела немножко другую стрижку. Она почему-то решила сделать ту, которую хочет она, причём не совсем ровная. Ну, и где-то после 20 февраля меня обещали записать к своему любимому мастеру, я туда пойду. уравнивать то, что есть, чтобы придать этому ещё более лучшую форму. и ещё раз. Очень клёвая. Хлопковая. Приятная к телу. Я думаю, сейчас прямо в ней выперлась, потому что там как-то хоть и ветрища такой, но плюсик. И, в принципе, я в ней, вот именно в этой футболочке ходила отмечать своё день рождения к близким родственникам. Я носила тортик и кое-что ещё. А они готовили вкусную еду. Ну, не так, что уж там райское изобилие, но вот очень вкусный и хороший ужин. Мне понравилось. И людям понравилось. А мне понравилось. И тортик вкусный. И мне ещё пару кусочков обратно этого тортика вынули. Я и вчера последний кусочек доедала. Венский цех. Очень вкусный тортик. Состав у него правильный. Так, штаны. Сейчас будет небольшой стриптиз. Та-да! Здесь просто надпись какая-то. Минус, конечно, что у него нет кармашков. Вот и шумов. А я так болею за кармашки. Мне тут одно создание жаловалось, что его воспринимали не как мужика, потому что он ходил со значком анимешным на одежде и в жилетке, в которой было дофига кармашков. А я так люблю жилетки, в которой дофига кармашков. И мне так нравятся мужики, которые одевают шмотки, в которых дофига кармашков. И смотрят аниме. Ну, как бы, которые не стесняются быть собой. Я так поофигевала. Ну, типа, что-то тут, а как это так. Тебя просто откружали неправильные бабы, которые не понимали всей прелести. Жилетки с большими, с кучей кармашков. У меня были все время штаны и с кучей кармашков. Я у них ездила на велике. Их можно было так заделать, и они, типа, как бы капли становились. У них было дофига кармашков. Признаюсь честно, я их купила в секонд-хенде спинга своей подруги. Ну, в других местах просто не было. Но они были с биркой. У меня очень брезгливое отношение к секонд-хенду. Ну, ничего с собой не могу понять. И все вещи, которые я там покупала, изначально были с биркой. Были как бы новыми. Их было совсем немножко по пальцам пересчитать. Но такие штаны я больше нигде не видела, когда они порвались. Я так и не смогла их найти. Ни на Озон, ни на Вайдрис, ни на Алиэкспресс, нигде вообще. Видела подобные только мужиковские. Но я не знаю, вот мужиковские штаны отличаются с женских там как-то это, ну, как они вообще? Можно ли заказать мужиковские штаны, будучи женщиной, и ходить в них? Потому что они удобные. Потому что модель именно такая. Или как? Или нет? Ну, тут, в принципе, кармашки не к месту. Тут, в общем, веревочка. Когда я их брала, они, во-первых, были последнего размера. Размер 44-й шел как-то типа на размер больше. Они на меня почти не нарезали. Я решила, что они на бедрах. Просто на тот момент я была жирнее. А потом они налезли, и я поняла, что они не совсем на бедрах. Ну, как бы выше, чем на бедрах, не знаю. Но они, конечно, не на талии, но они... Я думала, что они на бедрах, но чуть-чуть ниже, чем на бедрах, чем обычные. Они, в общем, вот так. И они стали с меня свариваться, я стала подтягивать эту резиночку. Ну, в смысле, это не резиночка, веревочка. Вот. Вот так. Ну, у тебя, Лёля, и задница, сказала бы моя бабушка. Или тот, кто это... Может быть, эти трусы не подходят, трусы слипы, под такие штаны, может, надо стринги одевать. Если что, дайте знать, в каменках. Но в стрингах зимой как-то не то, не сё. Это хлопок стопроцентный. И там реально есть такой начёс. Так. Ну, короче, начёс. Если кому-то будет особо интересно, можете потом дать знать коммент, и я сфоткаю этот начёс и скину на ютубе в раздел сообщества, где вот эти можно фотки кидать. Ну, или на телефон зафиксирую, или ещё на чё-то. Ну, сфоткать, наверное, вот более удобно. В общем, он такой вот прикид. Я в таком прикиде ходила на свою дырэ-кране. Можно, конечно, взять рюкзачок, сумочку или тот шопер, но я их уже убрала. Включи зритель фантазию. Представь меня с этим всем. И ты поймёшь, как это выглядит. Ну, она слегка как бы свободна, но я считаю, что это нормально. Слегка должна быть свободна, а не в облипку. Короче, вот такой у меня обзор моих подарков на день рождения, обновок, новенькой одёжки, моих разглагольств о них, как обычно. Ну, и чё, может, тебе поближе снова подойти, да? Смотреть надо в камеру. Я сначала хотела не управлять с телефона, а потом думаю, вдруг я буду смотреть не туда, забуду, что надо стоять именно там. И мне срежет голову или ещё что-нибудь, и там как-то будет это не видно, когда я уже однажды созрею, как это всё делать, то может быть, или не буду брать телефон, он будет там лежать, или может, вообще с телефона управлять не буду. Вот это, кстати, голубой пледик с губкой Бобом, который облюбовал окошко, это её лежанка. Ну, что ещё-то тебе показать может? Вроде всё, всё, что было, показала. И сейчас я вообще хочу чихнуть, но я постараюсь не чихнуть. Всем спасибо за просмотр, всем хороших друзей, отсутствие всяких, ну, минимальное присутствие, всё-таки чихнул. всё, вроде точно всё. Отсутствие тех, которые пожирают ваше время и ничего не отдают заменой, только жрут вашу положительную энергию. Ну и пока! Пока!